Все, что ты мне сейчас рассказала, это настоящая секта. Это не секта. Это удивительные люди. Социальная драма «Рядом с нами» – история сироты Настя, которая становится террористской смертницей. Фильм – ее череда воспоминаний и событий, которые заставили пойти девушку на отчаянный шаг и надеть пояс шахида. Анастасия Новопашина, главная героиня картины, для этой роли, кстати, первой изучила немало литературы, посвященной проблемам терроризма и сектанства. Я сидела сутками в интернете и искала каких-то людей, которые были террористами, которые выжили после террора. Не после террора, а именно сбежали этого. И должна сказать, что я получила хороший нервный срыв. Режиссер и сценарист картины Александр Новопашин более 20 лет изучает деятельность текст и культов. Эта работа отвечает на вопросы, как вербовщики манипулируют сознанием людей и ломают их. Это четвертая работа священнослужителя в карьере режиссера. Проект некоммерческий, снят по заказу МВД России. В картине снялись известные актеры, такие как Татьяна Абрамова, Елена Борзова и Сергей Маховиков. Все снимались бесплатно. Ну, во-первых, потому что не было вообще денег, а бюджет, который удалось собрать, был настолько смехотворен. Но, тем не менее, находились люди, которые все-таки участвовали своими финансами в нашем кинопроекте. Фильм «Рядом с нами» в широкий прокат пока что не вышел, однако стал лауреатом и победителем всероссийских конкурсов. Картина, по словам режиссера, дает зрителю возможность примерить на себя показываемые социальные роли, посмотреть на них со стороны и проследить все последствия их выбора. Для Рабусева Виктор Яковлев, Новости дня.